В день рождения Карамзина в Ульяновском театре драмы имени Гончарова состоялось закрытие 5-го международного театрального фестиваля «История государства российского отечества и судьбы». Фестиваль живет, он находится в поиске новых путей взаимоотношений со зрительской аудиторией. Мне очень импонировало то, что в этом году зал был различновозрастной и было очень много молодежи для тех, кто может быть какие-то исторические моменты и пока не включил в свои размышления о жизни. Это, пожалуй, одно из самых важных и впечатлений, и результатов фестиваля. Если с зрителем будут разговаривать серьезно и ответственно и языком театра, то я думаю, что театр скорее поможет посадить за книжку, чем урок истории. За фестивальную неделю было показано 11 спектаклей не только архийских театров, но и из Беларуси, Израиля, Великобритании. Трудно было выбрать лучший. И тем приятнее, что члены экспертного совета особо отмечали позднюю любовь симбирской драмы. Не все спектакли соответствовали идеологии фестиваля. И тем не менее, меня восхитила труппа в поздней любви. Несколько актеров меня, честно вам скажу, просто поразили до глубины души. И я увидела в очень хорошем состоянии труппу. Очень правильно собранную, с красивыми, способными молодыми актрисами, с героями. Есть фактура мужская такая, героев. Есть комедийные блестящие артисты, что большая редкость сегодня. Фестиваль подвел своеобразные итоги года театра, завершающегося в России. Но не в Ульяновске. На следующий год мы также будем очень много уделять внимание нашей театральной деятельности в Ульяновской области. Вообще, в целом, театру в Ульяновской области у нас там сотни миллионов рублей. На самом деле, зарезервировано для того, чтобы отремонтировать, обеспечить современным оборотом наши театры. Я просто хочу сказать о том, что мы будем, как и в этом году, с большим почтением, с огромным уважением и с восхитительной любовью относиться к нашим театрам. Мощной фестивальной кодой прозвучал спектакль «Обломов» белорусского театродрамы «Имя Егорькова». Это фестивальный дебют молодого режиссера Марии Матох. Женщина-режиссер ничего не боится. В самом начале пути, возможно, был страх перед артистами, возможно, но он прошел прям вот за 5 минут до первой репетиции он взял и исчез, потому что это общее дело и нельзя бояться как бы своих, чье плечо рядом. Все по любви, в общем. Улья Ильич, скажите, а не ударялись ли вы головой? А как же? 14 раз? 14 раз? Когда на санях с горки катался? Вы сумасшедшие? Ярослав Щедров, Сергей Ямин. Специально для Новости Управда ТВ. Прощайте! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова